всем привет мы на кп.ua находимся тут в прямом эфире можете туда заходить или тут смотреть сейчас мы будем отвечать на вопросы на кп.ua поэтому задать свои вопросы можете делать режим полета я уже вышла прямой эфир да так ты можно параллельно да но смотрите столько сейчас вопросов буду задавать а я сказала уже что то добрый день читатели сайта кп в украине сегодня рад приветствовать участников группы время и стекло наглера феева и лёшу позитива и спасибо что вы задали много вопросов а много вопросов да очень много вопросов успеем будем стараться да мы будем стараться отвечать не нудно и быстро да нужно нужно развернуто а вот это вы сказали что мы любим долго отвечать на вопрос ну собственно говоря начнем с главного повода это вас встретили на дня состоится ваш сольный концерт расскажите как проходит подготовка вообще будут ли какие-то изменения все-таки это программа на бис это будет концерт да я например хочу уже хэштег нужно внудрять это вис на бис например потому что действительно это это концерт который будет не не совсем повторяться с концерт который был какого числа это было девятнадцатого мая боже как можно забыть это был мой день рождения в сериаплазин был концерт но это не будет повтор этого концерта это будет концерт с новыми песнями с новыми хитами новыми постановками вер体λλение снова и фишками я думаю даже и и опять же будет это Ви джей шоу, это будет и световое шоу. Вероятно. Вероятно, что это будет. Можно я загадку могу так делать. А вероятно будет то же самое. Но хотелось бы, конечно, побольше всего нового. Потому что все равно, как и для артиста, и для зрителя, нам очень важно всегда, каждый раз удивлять по-новому. Правда, Ви джей. Я кашляю. Ну что, это тоже, кстати, люди когда кашляют. Да, будет классный концерт. И я уверена, что он будет лучше, чем концерт 19 мая. Потому что мы уже будем гораздо расслабленнее. Тогда был прямой эфир. И мы безумно волновались. Когда нет четкого тайминга, а в данном случае его не будет. Концерт проходит абсолютно по-другому. Присутствует большее общение со зрителями. А мы это с позитивом обожаем. Мы любим выйти, потрогать людей. Подтянуть паузу. И чтобы не надо было делать заготовленных фраз. И которые, например, должны влезть в эфир. А вот поговорить спокойно, полежать, отдохнуть на сцене. Невозможно спокойно выпить, даже водичка. Полежать, да? Да, позитив иногда ложится на сцену. Я говорю, что позитив уже просто старый. Семь лет гастроли, сремись стекло, его утомили. И ему нужно отдохнуть. В этот момент, например, я общаюсь со зрителями. Да мы делаем все, что мы хотим на сцене. И обычно, когда мы в таком состоянии с позитивом, концерт получается самый лучший. Вот нет вот этого четко-четко надо что-то сделать. Да, но все в меру понятно, что это разумно. Концерт 3 ноября, я уверена, будет очень хорошим. Поэтому мы всех приглашаем в Стереоплазу. 3 ноября, бис на бис. Будет круто и хорошо. Лена, в прошлый раз мы презентовали новую песню. Ты меня трой на концерте, да, Лена? Планировался ли клип? Возможно, будет примера клипа во время концерта? О, спасибо за вопросик. Где-то я только слышала, что съемки уже были, да? Да, позитивно. Что ты говоришь? С съемки примерно на 1 неделю. А было бы круто сделать примеру там, в Стереоплазу? Понятно. Ну, уже нет сил тянуть. Дело в том, что действительно мы сняли клип. Мы виделись позитивом монтаж. И я хочу смело заявить, мы хотим смело заявить, что мы сошли с ума. Что мы сошли с ума. И это будет один из лучших клипов группы «Время и стекло». Он другой. Он другой. И каждый новый клип будет лучшим клипом группы «Время и стекло». Нет, ты знаешь, я вот, вот после этого клипа у меня прям особенная уверенность, что это будет абсолютно новым этапом для группы. И песня, во-первых. Все отталкивается, безусловно, от музыки, от песни. Сама песня крутая очень. И клип добавил к этой песне еще, не знаю, 100%. Теперь это такая, я не знаю, комочек бомбы, который точно разорвет. И я вот верю, что это станет супер-хитом. Да, оно уже и становится. То есть все получилось. Но слава богу, мы еще можем переплюнуть самих себя. Это хорошо. Кто песню написал? Потап, да? Написали, как всегда, вот все мы вместе написали. Была музыка вначале, потом переделывался текст миллион раз Потапом. Потому что он не нравился Наде, например. Вот. Ну и меня тоже, как бы. Это действительно другая версия песни Тролль. На концерте на М1 была совершенно другая куплетная часть у меня. Вот поэтому мы переделали все как по отзывам. Мы очень долго думали, мы пересвели песню. Она звучит по-другому. У нее есть новые моменты, новые вставки. И поэтому она, можно сказать, не такая, как была до этого на концерте 19 мая. Да, да. Так, вопрос от Влады. Как вам сидится в одном тренерском кресле на проекте и «Голос дит» и вообще, кто чаще всего нажимает на кнопку в проекте? У вас споры возникают, когда вы выбираете какую-то участника? Спасибо за прекрасный вопрос. О, «Голос дети» – это место, которое нас и ссорило с позитивом, и мирило. И именно там мы поняли очередной раз, что мы с позитивом настоящая команда. Потому что мы группа, и да, было непросто делить одну кнопку, потому что разные у нас мнения о голосе, о тембре, о стиле вокальном каком-то. Но вот эта одна кнопка, а с другой стороны дают двойную силу. Каждый видит в участнике что-то свое. И правда, это сыграло для нас очень такую позитивную на самом деле роль. Несмотря на ссоры, несмотря на какие-то там моменты, да, они присутствовали. Я думаю, что всем будет очень интересно наблюдать за нашим двойным креслом, потому что конфликты возникали, да. Ну, у вас вообще какие были критерии отбора? Вот всегда, у нас совершенно разные с Нади, даже там, я говорю, например, вот она, вот классный голос, или там, какие ноты там. И, например, Нади говорит, это вообще на самом деле не супер, типа, круто, Леша, ты просто не понимаешь. То есть, есть разные вкусы и даже разное понимание, наверное, в общем, ну, как таково. По поводу голоса я хочу просто добавить одно, что прошло уже время. И вообще у меня после голоса была неделя депрессии, потому что отказывать детям это худшее вообще, что может быть. И когда ты слышишь этот, ну, когда смотришь голос, ты думаешь, ну да, ну да, ну сидят, делают свою работу. Ну, нет, это невероятно тяжело. И я уже потом поняла, что, боже, все мы, все, кто там сидит в этом кресле, допускают милицию ошибок. Да, и как ты можешь... Мы так ошибаемся, все там тренеры ошибаются. И как ты можешь критиковать ребенка? Вот как можно, когда ребенок выходит, которому 7 или 6 лет, и он поет так, как просто Бог, и, например, или даже если он что-то где-то как-то, ну, хуже был другого ребенка, ты критикуешь его и выбираешь между одним и другим, это очень сложно. И особенно, тем более, что часто были такие, когда есть слепые отборы, сложно очень понять, сложно очень... Потом ты поворачиваешься и видишь, что ребенок был действительно харизматичным, и он может быть действительно крутым артистом, даже если у него недостаток какой-то есть в голосе. И поэтому ты не повернулся или что-то не услышал. И еще сложность есть в том, что один за одним они выходят. У тебя начинает уже... Ну, ты привыкаешь к силе голоса какой-то, потом кто-то может выйти, как бы спеть вроде чуть-чуть меньше подачи, предположим, ты потом поворачиваешься, а видишь, что ребенку 6 лет, а он валил не хуже, чем, например, 11-летний ребенок. И ты понимаешь, что вот эта перспектива. И, в общем, сложность в этом приколе, в этих слепых прослушиваниях. Я думаю, что если мы бы сидели во втором сезоне, мы с позитивом, наверное, бы немножко уже по-другому. Совершенно по-другому. Да, да, мы бы уже по-другому выбирали, но это будет очень интересный сезон. Да. А Потап какие-то вам советы давал перед тем, когда вы стали на старых камерах? Какие это были советы, например? Да, мы... У нас было очень много... Мало времени, в принципе, встретиться с Потапом. Я помню этот момент, мы были все время на гастроли, и Потап был на гастроли. И мы примерно по телефону один раз обсудили, и одна была встреча, буквально полчаса, где Потап нам просто вложил все свои какие-то моменты, где он мог ошибиться. Он нам объяснял, что нужно слушать сердцем, что нужно... Ну, в общем, тут столько таких нюансов, которые ты не предугадаешь. Нужно всегда чувствовать, что твое сердце подсказывает. И не всегда, вот как и в жизни, знаете, не всегда диапазон огромный решает, что там решать все вопросы карьерные, да. Нужно как-то почувствовать какие-то вот нотки вот в ребенке и понять, и все это делать закрытыми глазами. Мы о многом говорили с Потапом, правда, вот за эти полчаса, и он, правда, нам очень помог, и он приезжал нас поддерживать. Он не выходил, не показывался, но сидел вместе в продюсерской с нашей командой, они смотрели, как мы себя ведем, и он очень гордился нами. Он даже ушел раньше. Да, он сказал, я спокоен, я спокоен, все, делайте. Следующий вопрос от Карины. Вас не смущает, что вас сравнивают с уменьшенной копией Потапа и Насти? Никто уже давно этого не делает, по-моему, и... Но это было в начале, да, Карины, вас сравнивали? Сравнивали просто от чего? От того, что мальчик девочка и все остальное сейчас можно... Сейчас можно миллион групп такси сравнивать тогда с «Время и стекло», которое появились, например. Вот, но... И, кстати, можно даже больше сравнивать, и... Потому что у Потапа и Насти «Время и стекло» музыка совершенно разная, изначально изначально... Единственное, что пишут одни и те же люди все время все, и... Но... Но... Но мне кажется, что это... Это странное сравнение. Даже... Я не знаю, даже по каким критериям там можно сравнивать, но... И вас это обижает, когда вас сравнивали с Потапа и Насти? Ну, в-первых, не сравнивают, во-вторых, мне кажется... Когда люди в комментариях просто... Если я не сравниваю, значит, это глупые люди. Ну, извините. Но это странно сравнивать, просто. Я имею в виду то же самое, что сравнить огурец с помидором. Вот. А я уже, знаете, я уже просто пришла к тому, что я вообще уже не реагирую на такие вот... И они... Я их даже, знаете, вот такие... Что-то, если читаю, или там оскорбления какие-то, они прилетают регулярно ко всем артистам. Я настолько к ним отношусь спокойно. Более того, они мне даже придают какую-то силу. Я понимаю, что, значит, мы туда двигаемся. Потому что в начале карьеры, когда вышел первый клип, я часто эту историю рассказываю, когда вышел клип, так выпала карта. И я прочитала комментарии в Ютьюбе. Я была в шоке. Потому что меня так оскорбляли там. Я не могла понять, за что и почему. А потом пришел Потап, он видел, что я расстроена, спросил, о чем дело. Я ему сказала. И он говорит, а вот теперь давай зайдем на сайт Бьонси, Рианы. И теперь на наш сайт давай зайдем. И он мне показал, что о них пишут, и что... Ибо о Потап... Пишут на видео, в комментариях? Да. Я просто обалдела то, что этих артистов всех оскорбляют. И у меня, знаете, это Потапсон и провел сеанс терапии звездной. Я вот в один день у меня отключилось вот это ощущение расстройства, когда как-то плохо комментируют. Теперь я воспринимаю это как суперсилу. Более того, я даже коллекционирую эти оскорбления. Я выкладываю иногда на своей странице в Facebook, потому что там меньше за мной детей следит. И я там иногда такие вот всякие провокационные вещи выкладываю. У меня такая традиция. И позитив любит, когда такой... А чего же тебе дети это пишут? Ну, слушай, одни дети выражаются так, а другие нет. И не всегда дети. У меня взрослые мужчины эротические фотографии присылают. Это папы чьих-то детей. Да, это тоже папы. Согляешь? Да. А если вы плохие комментарии не удаляете, да? Как многие артисты, например, в том... Нет, вы что! Нет, а зачем? Это прекрасно. Чаще всего бывает больше доброжелателей, поэтому когда кто-то видит его комментарии, то оставляешь так, как у жены. Оставляешь человека на... На растяжание. На растяжание, вот да. Да, поэтому это интересно наблюдать. Вообще классно, да. Подается плохой комментарий. У нас реально очень крутой фан-клуб. Они у нас самые лучшие. Они за нас классно голосуют. Они такие активные. У нас лучшие поклонники. И они это просто разрывают потом. Те, которых, если что... В общем, у нас суперпотяжка. Нет, ну если конструктивная есть критика какая-то, это да. Но если есть просто обливание грязи, то... Это же сразу понятно. Ты сразу видишь. Ты просто... Вопрос к Лене. Надя. Первое, когда задаешь угли ваше имя, вы встали от фразы. Надя Дорофеева беременна. Сколько раз вы уже были мамой в прессе? Я была раз 9 или 10 мамой. То есть вы уже много детей мамы. Да, у меня уже много детей. И я на самом деле не умею втягивать живот. Ноги длинные. Я худенькая, но при этом я могу что-то такое одеть. И когда ты еще поешь на сцене, ты дышишь. Ты дышишь диафрагмой. И естественно, ты во время пения... У меня получается, я такие костюмы одеваю втягивающие. Там какие-то боди такие. И в них всегда, если там вдохнуло как-то, все это видно. И если сфоткать, ощущение, что как бы да. Там месяц четвертый и пятый есть, наверное. Поэтому мы тоже смеемся с тем нашим офисом. Потому что таких, кстати, очень много. И тем более я уже замужем, как бы не первый год. И все постоянно... Вот у нас интервью давали Кате, я сочи, на днях. И тоже она спросила, ну когда вы уже? И Вова смешно отвечал о том, что он говорит, ну да, Кать, спасибо за вопрос. Я как бы месяц Вадю не видела. Она тут танцует, знаешь, некогда. А потом она приходит домой и как бы и спать ложится. Раз и беременна. Да. На фотках, я смысле этого. Это нужно было у Кати, Сач, это почти такие же вопросы. Ну когда уже, когда? Опять? Я уже сама молчала, и потом раз, и вот так. Да. Вопрос от Иры. Вы передаете цифрам какого-то магическое значение, судя по вашим песням. Песня 404, имя 505, ритм 122, опасно 220. Что они для вас значат? Ну вот эти цифры что-то значат или нет? Это код от моего сейфа. Кто-то увлекается в нейтрологией. Код от сейфа позитива, во-первых. Это была фишка мини-альбома «Глубокий дом». И 505, это была фраза из песни «505, 505, ты расставался с тобой тысяч раз». Это была ритма. И потом, ну знаете, само родилось, само пошло. Сначала позитив назвал, да, песня 404, и у тебя файл назывался, да? Да, потому что зашла, очень хорошо зашла песня, все знают, что зашла она хорошо, всем понравилась песня 505. И потом я подумал, что нужно что-то в этом духе писать дальше, и по музыке, и по стилю, и поэтому проект, который я назвал сразу, там где делаю музыку в программе, я назвал его 404. Просто того, что как бы... А, и были тогда вопросы, а будет ли 404? Я думаю, так все в себе, просто, чтобы запомнить, как проект называется, я бы назвал 404, и начал делать музыку. И появилась так песня. А обычно так бывает, часто, чаще всего даже бывает, что есть какое-то студийное название песни, вот оно и остается потом. Или наоборот, меняется название там, а мы его называем, ну как в первый раз назвали песню. Да, а вообще мы верим в магию чисел, в нумерологию, во все остальное, я даже набила себе на руке семерку, потому что это число для меня имеет такое большое семейное значение, которым, ну, я не буду рассказывать, потому что это лично, но оно всегда мне помогает. Я вот верю, потому что когда у меня смешно над моим ответом... Нет, я бы придумал какие-то разные типы, что какое значение семейное... Я думала, ты тебе скажешь, что... Ну, я не могу рассказать. Я поставил уже 5 вариантов, и они все числи. Мне все спрашивают постоянно об этом, но я вот, да. В общем, когда я под седьмым номером где-либо выхожу, все всегда очень удачно. Вот, для нашей семьи это важная цифра. Ну, отправляйте эти 0-3. Ну, отправляйте эти 0-3 на номер 79-14, встаньте зерканом, пожалуйста. Остался только финал, и целую неделю длится голосование. О, кстати, я тебе поздравляю. 0-3 на номер 79-14. Поздравляю. Спасибо. Мы вас тоже поздравляем. Спасибо большое. Все, давайте поздравим Надю, финалист. Спасибо. Я не ожидала. Я вчера стояла за кулисами и готовила речь на уход. Думала, что не пройду. Ты реально готовила речь на уход? Ну, конечно. Ну, подготовила, типа? Да. Если я уйду, я... Да. Я знала, что я скажу, как-то там, если меня объявят. Я там того-то поблагодарю. Приглашу на концерт 3-го ноября. Вперед глазом. Ну, в общем, я знала, что я скажу. И тут, когда нас объявили первыми, у меня, честно... Там по моему лицу видно вот этому... А я... Что? Что? Как? Я уверена была, что меня выявили. Спасибо вам за то, что вы голосовали. Правда. Без вас ничего бы не получилось. И благодаря вам есть еще возможность станцевать еще танец. И без вас концерт 3-го ноября не может пройти хорошо, поэтому приходите все. 3-го ноября. Серег, ладно. Есть вопрос по танцам. С Валиной спрашивает. Я считаю, что без близких отношений не могут быть такие страстные танцы, как у вас, Жени Кото. Насколько вы близки. Я же, ага. Особенно вот такие. Видишь, у нас таких нет. 7 лет в группе, не такое. Клипы, еще. Я хочу... Еще раз, пожалуйста. Вы, Женя, не теряетесь? Где танцы, а где реальность? Я хочу сказать по поводу Жени Кото, что я когда пришла с ним знакомиться, он говорит, ну сейчас мы станем, говорит, с тобой в пару и попробуем, значит, как мы в контакте. Значит, и первое, что он делает, говорит, сейчас вот, дай, 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 хватит, хватит. Значит, так раскручит, говорит, прикрутись со мной. Я прикручусь. И тут он такой делает. Я, я так, ну типа, нарушает мое личное пространство. Я думаю, ничего себе, какой наглед. А потом я поняла, что он просто по жизни так со мной общается. А потом я поняла. Я поняла, что реальная фишка, которую обладает Женя Кот, это суперпрофессионализм и умение реально работать в паре. Он не стесняется ничего. И рядом с ним я научу... Вот, кстати, сейчас позитив у нас случается немножко после моих танцев на концертах, потому что теперь я на выступлениях, на грустных песнях так выпала карта. Говорю, Леша, давай играть любовь. А он мне говорит, Надя, я стесняюсь, я стесняюсь. И он начинает реально смущаться, когда я к нему подхожу, там выпала карта. И начинаю прямо ему. И он говорит, так, я понял, надо... Ты после своих танцев вот этих начала вот эту вот фигню делать. И сейчас мы реально... Вот я набралась такого опыта в работе с партнером другого, танцевального. И я бы очень хотела внедрить вот уже такие более спектакльные моменты, как еще одну из граней для «Время и стекло». Потому что позитив у нас театральный, кстати, киношный персонаж, он актер вообще по образованию. И я бы хотела, чтобы мы вот открыли в себе вот еще такие штуки, которые у меня, например, Женька научил. Мы с ним в очень теплых дружеских отношениях, мы дружим с семьями. Мы вчера ужинали вместе после проекта с семьями тоже, поэтому, да, все хорошо. 3-го ноября он будет у нас, да? Будет танец. Мы бы, кстати, хотели... Ну что, позитив с ним тоже уже подружился, они там корешат нормально, и мы хотим что-то такое придумать с ним. Но я пока не знаю еще что, но мы хотим вот фишечку сделать. То есть Вова, Данте с Женей подружился, да? Да, они все дружат, я еще не понимаю. А что он говорил про эти страстные танцы, которые у вас были на паркете? И не один, кстати. А, значит... Все-таки какие-то серьезности. Фу, какой танец этим был, не совсем, знаешь. Началось. Надя, хоть немного какие-то ревности были от Вова? Я не знаю, Вова какой-то святой парень вообще. И он мне ни слова не сказал. Он мне наоборот говорит, вы так отыграли, вы так хорошо все сделали. Жена, например, Жени, когда мы репетировали первые номера, вот румба у нас была, первая чувственная... Да, Наташа посидела, Женина, посидела в прямом смысле. Ребята говорит, вы отморожены, говорит, так же нельзя чувствовать играть. Надя говорит, ты вот так вот, и вот нам нужно подойти друг к другу, вот так вот. Вот Леша стесняется сейчас. Он вот, он как я сейчас себя ведет, он не может вот так голову и посмотреть, поднять и обострить на меня. Это моя была фишка. Она подошла и говорит, ты должна, чтобы в паре работать, поднять голову в глаза, смотреть. Они вот так вот, как я прячу взгляд, специально, чтобы не смотреть на человека. Ну, ты просто еще не сильно хорошо его знаю, что же. Ну, это нормально. Я стеснял, да, ну вот ты же меня хорошо знаешь, но ты тоже стесняешься. Нет, это если... Это целая история работать в паре. Вот честно, это непросто. И когда жена Жени подошла и сказала мне со стороны, что говорит, ребята, никто не поверит в то, что у вас любовь, по номеру, румба это танец о любви. У них все танцы такие, да, румба. Самбо, румба, они все о любви. Да, ну и получается... А танец ненавица есть? Да, ну и ненастей, по садоболе, это более в таком настроении. Но дело в том, что это действительно получилась фишка нашей пары, вот эта способность показывать чувства вот этого. Да, у вас, кстати, лучше в этом плане пара получше всех. Да, это точно. Ясно? Не, ну правда, так смотришь, так в сомнении. Настроены на победу. Ох! Нет, нет, да. У меня вообще, мне Вова так на меня злится, потому что каждый эфир я готовлюсь вылетать, несмотря на то, что мы, конечно, пашем над танцами, и мы все делаем, и не сплю я, и гастроли время истекло, и все остальное. И каждый эфир я прихожу в субботу на прогон, и я сижу, мне все плохо, мне кажется, что мы недостойны. Каждый раз я в воскресенье в плохом настроении готовлюсь вылетать, и мы проходим. И вот вчера я тоже готовилась, и всегда мне кажется, что я недостойна чего-то. Вот есть у меня такая проблема, мнительность, и я начинаю, к сожалению, заражать всех окружающих вокруг меня, и все на меня злятся очень сильно за это. Но, слава Богу, наша пара в финале, и для меня важная цель сделать очень хороший танец. Для нас каждый раз Жене важно было сделать что-то важное и красивое. Вчера, например, на эфире Дима Монатик, мой любимый Дима, сказал мне фразу, вот, Надя, вы делаете драму, зачем вы это делаете, это такая позитивная, хорошая. У меня очень позитивная группа «Время и стекло», мы радуем людей на концертах, мы самая позитивная группа, но мне очень хотелось благодаря танцам показать еще глубину, мне очень хотелось показать какие-то важные темы, важные темы, которые есть внутри меня, ситуации, и мы причем выбираем такие танцы, которые реально случались в нашей жизни или в наших семьях, какие-то важные такие темы, поэтому мы сделали это все честно, не придумывая и не наиграно, и дальше хочется это повторить. Вы сказали, что Вова не ревнует, а вы ревнуете Вову? Я Вову ужасно ревновала. С этим мальчиком, который ездит с ним передачи, снимает. Там тоже девочки есть, кстати. Да? Да. Кто? Ну, все мощное там. А, оператор? Нет, не оператор, не оператор, продюсер. Я к тому, что Вову я просто издевалась на один-два года в начале. Я очень сильно ревнивая. В начале тоже скажите, да? Да, я очень ревнивая, и я себе сейчас корю, конечно, за эти моменты, потому что Вова у них до сих пор вспоминает и говорит, а вот смотри, какая ты была, а я не такой. Как ты говорила, да? А он оказался не таким. Война в смысле. Если Алеша, а вы ревнивый человек или нет? Я ревнивый. А Аня ревнуете? Я ревнивый. Или Аня больше вас ревнивает? Не, ну, я не знаю, как правильно сказать, просто в зависимости от того, насколько это интересная ревность, ну, типа, оправдана она или нет. У Ани больше есть неоправданных моментов какой-то ревности. У меня, например, я стараюсь вначале найти множество каких-то фактов, почему, и, ну, почему я ревнуюсь к этому человеку, или наоборот. Поэтому тут такое, я более спокойный в этом плане, но внутри, я, конечно, бывает у меня, что я могу накаляться. Ой, да, Леша, ты вообще бешеный. Ну, вы себя здесь. Я видела. Да, конечно. Ты мне позвонила, что ты дома! Я же нервничаю! Ты могла по подъезду уйти, тебя могли убить! Это очень мило выглядит. Это не ревность, это называется волноваться за человека и переживать. Ну, а по ревности то же самое, да, я очень могу быть. Была. Тихонечко, тихонечко и потом. Почему ты мне не отвечала? Лешка очень милый, как-то ревную точь. Вопрос от Даши. Может быть, не бывали любовные треугольники? Любовные треугольники? Не, мне настолько, наверное, еще это. Это далекая юность. Мне настолько, чтобы любовные треугольники выступали. Это очень сложно, мне кажется. И вообще, это морально сложно, понимаешь? Любить, там, кого-то и... А в смысле треугольники? Это как? Это в смысле, можно занять в ферскую семью любовные треугольники? Или, например... Давайте следующий вопрос. Вопрос от Тая. А чего сможет снести крышу? И иногда может ее сносить и без повода? Вообще, мне снесло крышу в Амстердаме. Не подумайте ничего плохого, ничего плохого не подумайте. На музыкальном фестивале от музыки. Я там была такой счастливой. Потому что я очень люблю атмосферу в фестивале. Как раз я была на таких 3-4 раза. Это было где-то в Европе. Я специально ездила. Прям мы заранее готовились. Если покупали билеты, чтобы посмотреть, например, на любимого артиста моего Струмая. Он мне, кстати, приснился сегодня. Вот, мне приснился сегодня Струмая. Это знак. Я просто ночью слушала его музыку, да. Музыка меня прям сводит с ума. И иногда я... Она про ветвитер может услышать. Леша! Он мне сегодня снился. Вот. Надя, когда кто-то снился? Ладно, извини, расскажи мне. Леша, если танцы мы там думали... Кстати, можешь сказать эту историю здесь. Если хочешь. Какую именно? Ну, никак не будет. Нет? Не в этом. Хорошо. Ну и... Музыка. Музыка меня сводит с ума. Иногда, когда я слышу какой-то классный трек, у меня... Знаете, у меня прям нездоровая реакция. Меня аж трусит начинает. Когда мне сильно что-то нравится. Прям я прям... У меня аж потрусивает. Или в машине какая-то включается моя любимая песня. Где-то играет. И все. Я прям врубаю. Могу остановиться. Просто качаться ее слушать. В общем... У меня тоже и правда музыка... Ну, музыка срывает. Например, даже если... Говорить о том, что я люблю работать по ночам на студии. Я приезжаю ночью. Я могу целый день что-то делать. Что-то стараться делать. И потом только ночью все начинает получаться. И вот когда она получается... Слава Богу, никого нет на студии. И с закрытыми дырами я сижу. И я начинаю бегать. Бегать по лестницам. Кричать. Радоваться. Прям... Ну, так... Примерно... Примерно... Похоже на... На футболиста, который забил гол, например. Вот как они радуются. Примерно так спортсмены когда радуются. Вот примерно такая реакция. Или как в американских фильмах вот эти все... Когда тренер радуется. Да! Мммм... Вот. И вот такое как-то вот так выглядит. Очень так крикливо это все выглядит. Если говорить о хорошем смысле. Ну, типа, что сносит крышу. А сносила ли крышу в негативном плане? Что-то у тебя бывало такое, что ты все хотела уехать, забыть все? Ой, когда мы с Вовой ругались сначала. Когда его ревновало. Ну, есть отношения, любовь. Да, любовь. Вот. Поэтому музыка и любовь вот что срывают крышу. И в хорошем, и в плохом смысле. Дверь его что? Ой, захлопывали двери. Я уходила. Делала ведь, что я... Ты еще в лес не лежаешь, Павел? Ну, там хат. Мне сложно дышать. Выпыта вся фигня. Знаешь, когда пытаешься давить. Я поэтому теперь стал в лес уезжать и птичьих слышать. Вопрос от Маши. Есть ли дружба между украинскими артистами или такого понятия не существует? Что-что, простите? Дружба между украинскими артистами. Она существует. И мы с позитивом, кстати, очень... Мне кажется, мы такие артисты, которые пытаемся очень... Подружить всех. ...культивировать эту тему. Потому что раньше такого не было в шоу-бизнесе. Раньше как-то все как-то так. Так они есть такие. Вот даже то поколение шоу-бизнеса, они такие все... Ну, у них закалка вот этого... Да, что поколение постарше, да? Постарше, да. Ну, как раз, да. Вот 90-е, которые были популярны там. Вот у них, например, такое есть отношение. Типа немножко лицемее, что ли, или как это правильно назвать? Ну, я не знаю ничего об этом. Я к тому, что нет ощущения там дружного шоу-бизнеса. Мне кажется, что у нас сейчас дружный шоу-бизнес. Можно обратить внимание, просто посмотреть на бэкстейджи. И мы все время с позитивом хотим сделать какой-то фит с каким-то артистом. Ну, понятно, там с Монатиком, с Максом Барским. Нет просто времени, к сожалению. Но мы с ними дружим, мы с ними выкладываем посты, мы с ними встречаемся, мы приходим друг на друга на какие-то праздники, дни рождения, и это прекрасно. Вот сейчас там нет колечки от Димы Монатика, например, и его жены. Вот такие вот, вот такие вот красивые. Это подарок, подарок. А что, вы обручали, что ли? Нет. Трофей, я у них была дома и зашла случайно в спальню. Да, я дружу с Димой Комаровым очень сильно. Нет, все дружат, все общаются. Мы дела вместе делаем. Самое главное, то есть, есть должна быть конкуренция, но здоровая конкуренция. То есть, не надо все сразу обобщать и все делать это типа так. Если этот артист мне там, если он там лучше делает что-то, то его нужно ненавидеть или надо будет. Нужно поддерживать и стараться быть лучше. Здоровая конкуренция, это когда ты всегда, например, смотришь, что у человека получается. Ты хочешь быть лучше его, но не по-злому, а в хорошем смысле. А еще мы с позитивом поддерживаем ребят, которые только появляются на эстраде и только выпускают какие-то треки и... Эстрада. Что ты сказала на эстраде? На эстраде. Радо. Вот. И когда появляются какие-то ребята у нас, мы с мальчиком поддерживаем их, мы выкладываем в своих соцсетях, мы хотим показать своим подписчикам таких талантливых ребят. Мы не боимся появления нового классного дыхания, потому что это реально поднимает украинскую культуру. Это прекрасно. И чем больше будет таких талантливых людей, тем круче будет наша, наш украинский шоу-бизнес. Наша. Да, 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 да. Вот. Вопрос тебе, Надя, вы с Настей близкие подруги или все-таки коллеги больше? Мы с Настей знакомы с 14 лет. Мы не являемся близкими подругами, мы больше, конечно, коллеги, но при этом каждый, каждое событие, которое происходит в жизни, мы созваниваемся и пишем друг другу какие-то важные очень слова. Мы всегда друг друга очень поддерживаем. Нет, мы больше, чем коллеги все-таки. Я понимаю, что мы больше, безусловно. Например, Настя звонила после того, как увидела монтаж нашего клипа, тролль в ней, посмотрела танцы, она мне каждый раз звонила, мне было так приятно, правда. Мы обязательно, конечно же, поддерживаем друг друга все. Да. Ну, кстати, а с Мишелем вы дружите? Конечно. Берет ли ты конец или нет? Мишель вообще присутствует почти на всех наших концертах, если ты в Киеве, она приходит, она смотрит, она чему-то учится чему-то, мы учимся у нее, ее вот этой вот, к тому, как она воспринимает сейчас все мероприятия. Это очень мило, она очень смешная, она очень милая девочка. Она недавно, вообще мы не успевали, например, переодеваться, она, например, кинулась позитиву гладить его костюм. Это было так красиво, по-женски и здорово. Я, правда, я пару раз приезжал на какие-то мероприятия, где Мишель не ожидала меня видеть, но когда она видела меня и видела, что я ее поддерживаю, например, то она очень радовалась безумно этому. И после этого Мишель, Мишель стала приезжать почти на каждое мероприятие, которое в Киеве, вот, и поддерживать, поддерживать нас. Это безумно приятно, это очень круто. И это очень круто, что в ней зарождается, и есть такой артист, который любит, который переживает, который супереживает, и который набирается опыта. Вот, она же приезжает не только для того, чтобы просто поддержать, а еще и опыт набраться, поговорить, погладить вещи. Что ты, Марина, говоришь? Погладить вещи, я говорю, приезжай. Спасибо тебе большое, Мишель, что нас поддерживаешь, и мы тебя всегда будем поддерживать. Мишель, вообще, это очень талантливое и крутое будущее. А я видела ее клип новый, и он будет очень красивый. Очень. Ай, классный, да. Следующий вопрос от Аллы. Какой потап начальник? Начальник? Алла, это наш бухгалтер, можно спрашивать? Алла, бухгалтер, разумеется. Просто начальник больше потап, наверное, больше начальник. Это больше вопрос, например, нашему офису и менеджменту, потому что артисты... У артистов нет начальника, как таковых, я думаю, нельзя назвать. Давайте, какой продюсер? Продюсер, как продюсер, он, если вы увидите, если вы увидите эту группу здесь, и мы собираем концерт на бис в Киеве в стереоплассе, я думаю, что потап продюсер хороший. Потап офигенный продюсер. Если есть такая группа, у которой 150 миллионов просмотров клипа. Миллиардов. Мы очень-очень любим потапа, мы с ним и дружим, и каждый эфир он смотрит, он так поддерживает нас. И, конечно, он безумно креативный у нас, правда. И в потапе тоже наша большая сила. Поэтому, да, я говорю, можно говорить просто о группе. Группа, которой, если человек занимается, если она показатель хороший, значит, вам хороший продюсер. Но все-таки бывают строгие, если у вас, например, что-то не получается, ему что-то не понравилось. Бывают такие моменты? Я не помню такого ни одного момента за 7 лет. Мы все эти, все моментики, которые у нас происходят, да у нас как-то не было никогда плохо просто. Вот еще в чем прикол. Не было такого, что мы не приехали на концерт. У нас не существует такого. Ну да, у нас нет. Ну как можно не приехать на концерт или что-то там? Да, позитива бывает опоздание, например. Бывает. То, что он сейчас приехал на... Ну я их компенсирую. Да. Потом. Понимаешь, компенсирую их музыкой хорошей. Компенсирую классные выступления. Компенсирую хорошим общением с людьми со сцены. Я обязательно... Мы даже бывает такое, что, например, бывает, что там что-то технически у нас не выходило, и люди уже злятся и говорят, они вышли такие на час позже. Бывает, что организаторы не предупредили людей о чем-то. Или написали, например, что артист выйдет там в 9, а нам сказали, выходите в 11. Да, такое бывает часто. И люди злые, и все. Я потом хожу и говорю, извините, мы гладились долго, у нас один утюг дали нам на всех. Ну что угодно. Все равно всегда нужно быть открытым и откровенным перед людьми. И тогда тебя все будут любить. А если говорить по поводу вернуться к Потапу, то... Я же говорю, что показатель это группа. И успех. Группа, которую человек продюсирует. Какой-то контракт у вас есть в Потапу? Или там определенные условия, что нельзя делать? Конечно, есть. У нас контракты, у нас есть контракты, как и у всех артистов есть, но они такие, номинальные. Они стандартные какие-то контракты, которые, наверное, для чего-то нужны, но вряд ли, я думаю, что... Не прописано у нас, что нельзя выходить замуж и быть беременной. Как у других артистов. Не прописано. У нас продюсер сам артист, и в этом большая тоже наша сила, потому что он понимает все прекрасно и понимает, почему иногда можно опоздать, когда ты не спал неделю, например, и летал 15 раз за полмесяца. И по-моему, они у нас уже все. Контракты эти. Может, еще надо подписывать заново, я не знаю. Слышишь? Да. И по-моему, уже все, у нас контрактов уже нет. Надо его заново подписывать. Очень интересно, да. А что Марина сказала? Чего? Покажи Марину. Ребята, я уже отключаюсь, потому что у меня уже эфир идет почти час. У тебя смотрят 2000 человек. Как ты можешь это делать с людьми? Угу.